МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите городские новости Челябинского деталя. В студии Вячеслав Ватутин. Здравствуйте. И сегодня о выпуске. Вы знали инспекция главы города, что порадовала Наталью Котову. Сегодня узнаете. Речь шла о жизни и смерти. В областной клинической больнице провели первую пересадку костного мозга. Какие угрозы могут таить в себе обычные родинги? И как обезопасить себя от страшных заболеваний? Советы врачей выслушала Наталья Шмахметова. Основанный на фразах, которые физик использовал в реальной жизни, Челябинский аэропорт выпустил стикеры с Игорем Курчатовым. Просторные кабинеты для занятий музыкой, современные кинозалы. В прошлом году в Челябинске отремонтировали 23 объекта культуры. Четыре из них сегодня проверила глава города. Дворцу культуры поселка Новосинеглазово больше 40 лет. В 2017 году его признали непригодным по противопожарной безопасности. И практически сразу же закрыли. Жители лишились единственного места досуга. Мы очень долго работали над этим, потому что здесь не было вентиляции. Мы привлекали очень много различных специалистов, большую работу провели. И потом открыли данное ДК в 2020 году. Мы открыли раньше сроков, которые мы себе ставили, на полгода. Не только устранили нарушения, но и полностью обновили здания. Здесь появился новый зрительный зал с современной сценой и звуковым оборудованием. Сейчас в Дворце культуры более 20 секций, в которых занимаются полторы тысячи детей. Я была в 2017, потом в 2018 году. И вот мне было два года где-то, наверное. Сейчас уже все отремонтировали, поэтому приехала посмотреть. Довольны были или недовольны. Мы очень довольны. Приезжайте к нам на открытую лавку. Хорошо. Восторг по поводу нового ремонта и руководства Детской школы искусств Челябинска. Просторные и светлые кабинеты для занятий музыкой, обновленные концертные залы. Вместимое зало какое? 216 мест. 216 мест. То есть можно проводить концерты такого городского уровня? И концерты, и конкурсы, и мероприятия для педагогов, семинары, педагогические чтения. Преобразился и кинотеатр «Знамя». Теперь он может похвастать новыми креслами, вип-диванами, а главное – местами для зрителей с ограниченными возможностями. На первом сидении у нас есть специальные два места для колясочников, для людей маломобильных. И зал оборудован оборудованием специальным для того, чтобы люди слабовидящие и слабослышащие могли тоже посещать наш кинотеатр. Для слабослышащих это монитор, и слабовидящих это наушники специальные. В прошлом году на ремонт объектов культуры потратили 150 миллионов рублей. У 23 зданий обновили фасады и отремонтировали внутренние помещения. Сегодня мы посмотрели две школы искусств, посмотрели дворец культуры, который находится в поселке Новосинеглазово. И вот сейчас находимся в кинотеатре «Знамя». Выбрано не случайно, потому что это знаковые объекты для поселка Новосинеглазово. Это действительно центр притяжения. У нас было 62 предписания пожарников в 2017 году, когда мы начали заниматься этим объектом. И за это время нам удалось вложить около 30 миллионов. Преображение культурных центров продолжится и в этом году. На это планируют потратить не менее 300 миллионов рублей. Наталья Кудвешова, Владимир Котегов, Урал-1. Из-за ухудшения погодных условий Челябинская госавтоинспекция выступила с обращением ко всем участникам дорожного движения. Инспекторы призывают водителей пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а также не создавать помех для работы снегоуборочной техники. Полицейские напоминают, на заснеженной скорской проезжей части путь автомобиля существенно возрастает. Приближаясь к пешеходным переходам и перекресткам, водителям необходимо заранее снижать скорость и увеличивать дистанцию. По мере возможности лучше вовсе отказаться от поезда к наличным транспорте. В снегопады экипажи ДПС традиционно помогают обеспечить беспрепятственный проезд специализированной техники. В силах автомобилистов также помочь как можно быстрее привести улицы в порядок. Достаточно не оставлять свои транспортные средства на обочинах магистрали. Что касается пешеходов, перед началом перехода проезжей части необходимо убедиться, что машины полностью остановились и лишь потом пересекать дорогу. Одежду рекомендуется оснастить световозвращающими элементами. Они помогают заранее увидеть человека в сумерках или во время снегопада. Ничего лишнего, только главное. Новости дня одной строкой прямо сейчас. Наталья Котова Наталья Кремеляев. Список победителей будет объявлен уже сегодня. Один год и 10 месяцев ограничения свободы просят гособвинения для Андрея Косилова в рамках уголовного дела ДТП. Это значит, что бывший вице-губернатор не сможет менять место жительства и выезжать за пределы Сосновского района без разрешения контролирующих органов. Оглашение приговора назначено на 10 февраля. Кроме того, стал известен объем гражданских исков в 14 миллионов рублей. Прокурор предложил удовлетворить их в полной мере и на два года лишить Андрея Косилова права водить автомобиль. ДТП с участием гендиректора Рависа произошло летом 2019-го в Аргояжском районе. Его «Лексус» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладовеста», в которой возвращались с озера жители Екатеринбурга. Сразу четыре человека претендуют на пост ректора в Южноуральском государственном медицинском университете. В их числе нынешний руководитель Илья Волчегорский и главный онколог Урала академик Андрей Важенин. Последний возглавляет в ВУЗе кафедру онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. Его кандидатуру поддержали областные власти. В числе соперников зав. кафедры дерматой венерологии Олег Зиганшин и доцент кафедры фармации и химии Антон Синицкий. Выборы ректора медицинского университета состоятся в апреле. К этому времени кандидаты должны пройти собеседование в российском Минздраве. Ледовый городок на площади Революции откроется только в воскресенье, но уже без большой горки и ряда фигур. Ограничить доступ посетителей власти решили из-за аномально теплой погоды и соображений безопасности. Площадка закрыта уже неделю, с 27 января. Температура воздуха тогда доходила до отметки в плюс 3 градуса. Сегодня в мэрии ориентируются на прогнозы синоптиков. Похолодать должно уже к выходным и тщательно следят за горками и фигурами. Закрытый среди зимы городок нередкость. Ранее власть уже принимали такие меры на фоне потепления. На Южном Урале провели первую пересадку костного мозга взрослому человеку. Пациентка год боролась со смертельным онкологическим заболеванием. Химиотерапия вместе с опухолевыми клетками уничтожила у нее собственное кровотворение. Восстановить его без трансплантации было невозможно. Год назад Лариса Романова почувствовала такую боль, что не смогла встать с кровати. Заподозрила у себя грыжу и занялась самолечением. Состояние не улучшалось и женщина решила обратиться к врачу. Диагноз ужаснул множественная мелома – злокачественная опухоль, которая повреждает костный мозг и кости. Я один раз заглянула в интернет, увидела, что с этим заболеванием живут год. Я закрыла интернет больше туда. Но я, конечно, просидела в шоке. Вот так просто лились слезы. После нескольких сеансов химиотерапии удалось достигнуть ремиссии. Однако вместе с опухолевыми клетками было полностью уничтожено собственное кровотворение женщины. И тогда лечащий врач предложил Ларисе стать первой пациенткой на Южном Урале, которой пересадят костный мозг. Я мечтала об этом. Я так этого хотела. То есть, и вот он звонит через два часа, буквально после моего звонка, и предлагает мне вот это. Я, конечно, я вообще как согласилась, естественно. В обозначенный день пациентке ввели размороженные клетки, собранные в период ремиссии. Срок восстановления собственного кровотворения от 11 до 21 дня. У Ларисы это произошло на 14-е сутки. Что же касается самой процедуры, по словам врачей, она относительно безболезненная и непродолжительна. Сначала проводится мониторирование пациентка. Измеряется давление, ЧСС, сатурация. Подключение осуществляется через двухпросветный катетер, точно так же, как используется на гемодиализе. К первой операции специалисты Челябинской областной больницы готовились несколько лет. Перенимали опыт у столичных коллег. Теперь, по словам главного врача, в год смогут проводить порядка 10 подобных вмешательств. Мы выполнили полноценную трансплантацию костного мозга. Это для Южного Урала и для нашей областной клинической больницы Новая Веха. Пока на старте мы планируем примерно 12-12 в год. В областной клинической больнице говорят, когда методика аутотрансплантации будет полностью отработана, можно будет переходить к донорским пересадкам костного мозга при острых лейкозах и злокачественных лимфомах. Инна Левошина, Вячеслав Ватутин, Илья Капелин. Урал-1. Обычная родинка может привести к серьезному заболеванию, поэтому врачи рекомендуют регулярно посещать дерматолога. В честь Всемирного дня борьбы с раком у южноуральцев появилась возможность пройти такую диагностику бесплатно. Акция проходит в Челябинске, Златоусте и Троицке. В бесплатных кабинетах южноуральцам проводят диагностику с целью раннего обнаружения меланомы и других злокачественных образований кожи. Сегодня акция должна была завершиться, но оказалось, что желающих пройти проверку сотни. Чтобы успеть осмотреть каждого страждущего, мероприятие решили продлить еще на неделю. Вообще такие акции мы стараемся проводить ежегодно, потому что тема новообразования онкологических заболеваний кожи, она, к сожалению, не исходит с повестки дня, она очень актуальна, тем более в процессе пандемии многие не смогли обратиться к врачу вовремя, своевременно. Юлия узнала об акции с поста в Инстаграме и сразу решила записаться на прием. Говорит, в семье случаи удаления родинок уже были и проверить здоровье лишним не будет. Узнав, что поводов для беспокойства нет, выдохнула с облегчением. Я рекомендую всем прийти в такое обследование, потому что, насколько я знаю, платно, это стоит и денег каких-то больших уже, и это найти надо время. А тут, в принципе, я не потратила много времени на всю процедуру. И записаться получилось с первого раза. Чтобы держать здоровье под контролем, не обязательно ждать год до следующей акции. Проверять свои родинки можно самостоятельно раз в три месяца. Нужно обращать внимание на изменение цвета, появление зуда, покраснение, выпадение волос из родинок, изменение ее формы, быстрый рост, появление новых новообразований после 40 лет. В качестве профилактики врачи рекомендуют избегать палящего солнца, особенно летом, и пользоваться кремами с защитой от ультрафиолетовых лучей. И, конечно, не упускать возможность проверить свое здоровье бесплатно уже сейчас. Они бурили в скальном грунте восьмиметровые проколы, тянули 3000 километров волоконно-оптических линий. Все ради того, чтобы раздать бесплатный Wi-Fi в поселках, где дома и улицы по пальцам пересчитать можно. В Челябинской области подвели итоги программы устранения цифрового неравенства. Теперь деревни, где полтысячи жителей максимум, тоже серфят, гуляют и качают. Для горожан Wi-Fi сродни воздуху, а в деревнях он до недавнего времени был в диковинку. Теперь же в малых населенных пунктах, где жители от 250 до 500, на видном месте сияет точка доступа. Она раздает интернет на 100 метров вокруг, множит юзеров и блогеров, геймеров и зумеров, помогает открывать фермерские интернет-магазины и прокачивать скиллы онлайн. Но мало кто знает, каких трудов стоит эта кибердеревня. В Кыштымском городском округе для того, чтобы установить точку НОЦН в поселке Увильды, требовалось проложить линию связи в скальном грунте. Для этого мы пробурили пять проколов почвы, используя специальную технику ГНБ, это машина горизонтального направленного бурения. И вдумайтесь только, максимальная глубина одного из проколов составила 8 метров. Это почти три этажа многоэтажного дома. 3000 километров на 250 больше, чем протяженность границ всей Челябинской области. Такое расстояние за пять лет прошел провайдер ради благого дела – устранения цифрового неравенства. В конце 2020-го на Южном Урале завершился первый этап одноименного проекта. Интернет по оптоволоконным линиям связи протянулся в 258 сел. Точки доступа, падную на деревню, устанавливали так, чтобы сигнала хватало всем, включая школу, детский сад и библиотеку. Провайдер потирает руки по темпам сельской цифровизации. Регион обогнал всех соседей по Уралу. Впрочем, кроме этих сел есть куда более компактные. В апреле 2020 года в закон о связи были внесены изменения. И это дало старт так называемому проекту УЦН-2.0. Здесь уже расширяются границы вот этих малых населенных пунктов. Сейчас это 100-500. И таких населенных пунктов на Южном Урале 595. Из них волоконно-оптическими линиями связи не обеспечены 319. И еще 217 не могут похвастать даже наличием сотовой связи. За них чиновники обещают взяться уже в 2021 году. При этом от провайдеров требуют такую инфраструктуру, которую в будущем можно будет развивать. То есть не зависеть от раздачи Wi-Fi, а протянуть сеть к домашним компьютерам. Инна Левошина, Александра Мыльникова, Урал-1. Без комментариев и лишних подробностей. Новости одной строкой прямо сейчас. Список самых неухоженных дворов составили в Челябинске. В антирейтинг Общероссийского народного фронта попали территории сразу нескольких управляющих компаний, в том числе крупных ДЭС Калининского района и Ремжилзаказчик. Досталось союзую созвездию, галеоную доверию плюс 8. Общественники просили жителей сообщать о плохой уборке снега во дворах. Уже в первый день мониторинга пришло более 10 жалоб. О снежном месиве и раскисших дорогах писали жители социалистической молодежной Жуково-Российской, Энгельса и Смирных. По словам жителей Ленинского района, компания «Ленком» не может избавить дворы от сугробов и вовсе неделями. В итоге проверку на чистоту не прошел ни один район города. Список адресов с просьбой повлиять на управляющие компании направлен в госжилинспекцию региона. На 22 300 человек сократилось население Челябинской области за 2020 год. Такие данные приводит Челябинскстат. На 1 января прошлого года в регионе проживало 3 млн 466 тысяч южноуральцев. В январе этого года уже 3 млн 455 тысяч. С января по ноябрь число умерших выросло почти на 17% по сравнению с тем же периодом 2019-го. Рождаемость снизилась на 4,5%. Естественная оболь населения превысила 18 600 человек. Это в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Наблюдалась в регионе иммиграционная оболь. Число покинувших регион увеличилось на 24%. Это более полутора тысяч человек. Очередная новогодняя инсталляция пострадала от рук вандалов. В Челябинске неизвестные скрутили 25 светодиодных ламп с гигантской люстрой около театра драмы. Причем в быту такие лампочки бесполезны. Они используются только для декоративного освещения. Их мощность всего 2 ватта. Для дома она слишком мала. В этом сезоне охотники за лампочками уже второй раз портят инсталляции. Ранее подрядчик восстанавливал фигуры за свой счет. Сейчас он подал заявление в полицию. Челябинские студенты могут бесплатно отдыхать на катке. Такой подарок для них подготовили в парке Гагарина. А для получения льготы понадобится только студенческий билет. Его нужно предъявить в кассе. Акция может воспользоваться студент любой формой обучения. Время катания не ограничено. Впрочем, бесплатный каток для студентов не распространяется на прокат коньков. Аренды инвентаря обойдется в 110 рублей в час. Мясо диетическое, хорошо растет, да еще и себестоимость достаточно низкая. Взвесив все плюсы, челябинские предприниматели открыли на северо-западе Челябинска мини-ферму по разведению самов. Как выращивают царскую рыбу, узнал наш корреспондент. В цехе, где выращивают усатую рыбу с мраморным узором на коже, постоянно царит полумрак. Самы не переносят яркий свет. Из-за него могут полностью лишиться аппетита и перестать расти. В оптимальных же условиях за полгода 15-граммовый малек превращается в 1,5-килограммовый осы. Этому способствует 12-разовое питание специальным экструдированным кормом. В состав него уходит рыбная мука, шрот соевой мука, значит, даже добавляется сухая кровь. Рыбу выращивают в семи цилиндрических бассейнах в условиях замкнутого водоснабжения. Все процессы контролирует электронное сердце фермы. Автоматически осуществляется контроль за температурным режимом. Это подача воды. Если что-то не срабатывает, срабатывают датчики. Фактически ферма полностью автомат. Мешательство человека, но только кормление. Ежедневно состав воды проверяют на кислотности содержания губительных для рыбы аммония и аммиака. Последние нейтрализуют миллиарды специальных бактерий. Освоив все тонкости содержания и выращивания самов, в этом году фермеры планируют расширять производство и ассортимент. Построить мальковую ферму, где будут разводить осетра. В этом вопросе рассчитывают на господдержку. Благодаря субсидии, выделяемой региональным минсельхозом, можно возместить до 50% затрат по строительству и оснастке рыбных хозяйств. Инна Левошина, Вячеслав Ватутин, Илья Капелин, Урал-1. Челябинский аэропорт выпустил стикеры с Игорем Курчатовым для Телеграм. Все они основаны на фразах, которые отец советской атомной бомбы использовал в жизни. Скачать их может любой желающий при помощи QR-кода. Пройдут ли ЕГЭ и ОГЭ в этом году? И если да, то в каком формате? Сегодня Министерство образования дает ответы на эти вопросы. К чему готовятся девяти и одиннадцатиклассникам? Зачем в школах появился советник директора по воспитательной работе? И тяжело ли студентам возвращаться в режим офлайн? Об этом и не только. Моя коллега Инна Мельникова побеседовала с гостем нашей постоянной рубрики «Главный герой». Ну а я же с вами прощаюсь. Вы смотрели городские новости Челябинск в деталях. До встречи на Урал-1. И сегодня у нас в гостях в рубрике «Главный герой» заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова. Елена Александровна, здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей студии вновь. Вузы возвращаются к привычному ходу учебной деятельности. Выходят из режима онлайн, входят в режим офлайн. Как пережили высшеучебные заведения вот этот, я думаю, нелегкий период? Ну вы знаете, подавляющее большинство вузов, собственно, работали в очном режиме. Они только некоторые курсы или некоторые учебные предметы переводили на дистант. Ну, сложнее всего, наверное, было Южноуральскому государственному университету. Просто в силу того, что он большой по численности, и именно для того, чтобы не было такого скопления. Из-за чего переходили? Чтобы не было излишнего скопления и обучающихся, и сотрудников. Поэтому переходили на дистант. Я не думаю, что будут какие-то серьезные последствия в том, что они обучались дистанционно, в том, что прошлый год заканчивали все абсолютно дистанционно, в том числе и государственные экзамены так сдавали. Потому что сама процедура обучения в вузе, она все-таки несколько иная, чем, например, в школе или в организации среднего профессионального образования. Она уже нацелена на то, что наибольший объем необходимых знаний студент постигает сам. А что касается школьников, вообще период карантинных мер многие родители и сами ученики вспоминают до сих пор. Вот вскрылись ли какие-то слабые места или, наоборот, Челябинская область в системе школьного образования достойно выдержала испытание пандемии? Ну, если сразу к выводам, то достойно выдержала испытание. И самый главный аргумент этого – мы не переходили в дистант в этом учебном году. То есть у нас были дополнительные меры, которые мы использовали для того, чтобы все-таки наши школьники учились в основном очно. Советник директора по воспитательной работе. Это одна из последних новостей от вашего ведомства. Почему возникла необходимость в новой должности? Ведь мы все знаем, что есть замдиректора по воспитательной работе в школе. Ну, ведь эта должность – это уже следствие всей той работы, которая ведется у нас в образовательных организациях. Напомню, в прошлом году приняты были изменения в закон об образовании Челябинской области. И в рамках закона появилось требование о разработке рабочих программ воспитания в школах и учреждениях среднего профессионального образования и к началу следующего учебного года не должны быть у всех. Но сразу скажу, по сути, закон, как бы ту практику, которая сложилась в школах Российской Федерации, ну, узаконил. То, о чем вы спросили, советники по воспитательной работе, это новая ставка, но новая – это хорошо забытое старое. У нас раньше в школах, но, в всяком случае, в моей молодости были вожатые. И у них такая была двойная природа у вожатых. С одной стороны, они были сотрудники школы, а с другой стороны, они были сотрудниками райкомов комсомола. И они руководили вот этой как раз неформальной деятельностью, формальной-неформальной деятельностью детей. И вот, по сути, именно такую структуру и такую вот систему хочется и сейчас как-то где-то возобновить, где-то, может быть, усилить, чтобы не только внутри школы что-то происходило, но и привлекались и общественные организации, и социально ориентированные некоммерческие организации. Но мне кажется, что эти специалисты должны быть не только качественно и профессионально подкованы, но и должны быть, так скажем, на одной волне с молодёжью, потому что сейчас направлять эти потоки довольно нелегко, надо быть в теме. Абсолютно правы. Поэтому хочется, чтобы всё-таки пришли молодые люди, во всяком случае, хотя и есть определённые формальные требования, это всё-таки стаж педагогической деятельности или стаж деятельности в общественных организациях, что тоже немаловажно. Но те, кто действительно умеет разговаривать на современном языке, те, кто умеет пользоваться современными ресурсами, в современных трендах хорошо ориентируются. Ещё одна тема, которую я хотела бы с вами обсудить, потому что слишком много здесь ходит слухов, предположений, о том, касается она ЕГЭ и ОГЭ. Как будет в этом году? Стоит ли родителям ждать этих серьёзных экзаменов и детям тоже? Горячая тема каждого года. Что в этом году, мы так полагаем, нас ожидает? Для девятиклассников. Для девятиклассников их ждёт основной государственный экзамен, то есть, как и было раньше, но по двум обязательным предметам – русский и математика. А вот для тех ребят, кто планирует поступать в профильные классы, в углублённые классы, им предлагается пройти контрольную работу. В какой форме будет, пока мы не можем сказать. Но всё это пройдёт в такой, видимо, достаточно комфортной процедуре для наших школьников. И тем не менее, они всё-таки получат оценку по тому предмету, который для них наиболее интересен, и изучение которого они хотят продолжить уже на ступени среднего образования. Что касается выпускников одиннадцатых классов, здесь особая озабоченность, конечно, родителей. Здесь делится на две группы. В первую очередь надо определить, вы будете продолжать обучение в организации высшего профессионального образования, то есть в ВУЗ пойдёте, или вам просто нужен аттестат, и вы можете продолжить обучение, например, в организации профессионального образования, или пойти работать, то есть кому нужен аттестат. Если только аттестат, то для этого нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому и математике. По сути, государственный выпускной экзамен отличается от ЕГЭ, ну, скажем так, содержанием контрольно-измерительных материалов. Процедурно всё то же самое, то есть также аудитории в школах, также видеонаблюдение, также контроль, также печать материалов. Единственное, там оценивание идёт по пятибальной системе. То есть вы должны получить, соответственно, 5-4-3 и получить аттестат после этого. Два предмета – русский и математика. В случае неудачи можно будет пересдать осенью, в осенний период. Для тех, кто собирается в ВУЗ, здесь немножко посложнее, и экзамены начнутся в июне месяце. Вот для девятиклассников и для тех, кто в ВУЗы не собирается поступать в конце мая, они уже закончат учебный год, и экзамены в том числе. А вот для тех, кто пойдёт в ВУЗы, нормальная процедура единого государственного экзамена. Обязательно всем нужно будет сдать русский язык в форме единого государственного экзамена. А дальше – те экзамены, которые необходимы для поступления в ВУЗ. Ну что ж, наберёмся сил, терпения и будем готовиться к этому. Спасибо большое. Самое главное – ходить в школу, учиться и прислушиваться всё-таки к тому, что говорят учителя и родители. Ну и сохранять спокойствие, прежде всего. Конечно. Спасибо большое. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях в рубрике «Главный герой» был заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова. Одежда ведущих предоставлена салоном «Мангомэн». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова